ребята всем привет с вами александр легенды дракономании дракон каменный змей короче думал что у меня уже что получилось его вывести но оказалось нет так два чем у нас там за комбинашка но я такой использую зернышко плюс война давайте так уменьшайся у но сейчас вот вот летит значит нужно поймать опа но с мышки это короче еще тот шутинг короче снайпером станешь ты чтобы это все дело отловить оба не убежал поймал так вот у меня было тут что-то в районе 12 часов я думал что вот именно мне уже получилось но оказалось что у меня не получилось там был может вот это наверное получилось да подсолнух получился короче так что продолжает выводить эту комбинацию может как-нибудь получится сколько были на два дня 17 часов осталось но должен получиться наш каменный змей так еще летит и еще летит и еще летит и еще летит в общем-то поймали ребятки но у нас сегодня есть дракончик дня это у нас будет дракон steam pack это нас эпический его дали за фиг знает за что поможет за клановые события или не за клановые короче или за не помстим steam панка дали за вот именно за испытание одина и короче фиг его знает за что мне его дали за что-то дали ну и на том спасибо так мне осталось а еще дублин вот два хотел сказать не мне осталось еще три дракон сумма кстати вот тут который да у нас довольно один из сильнейших легендарных у нас есть дракон барашек ухты прикольно знаете как это троянский кони нас троянский баран epic 62 слабак слабак так это на что оборотень волк волк заяц волк 71 очень неплохой у нас получается epic так и дракончик сумма ну то ладно разберемся давайте сейчас качнем дракончика steam панк забавно выглядит скриншотик сделаем в таком варианте блин она сейчас кормить его не буду наверно сильно потому что нужно будет кого-то откармливать на следующий раз но смысле 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 через пару часов опять задание будут по одину так что я его там пожалуй прокачаю но выглядит забавно так какая там не очень напоминает мэд макс что такое кстати еще в кинотеатр скоро же выйдет фильм это который раньше назывался по моему ну типа там гигантские города на колесах до города убийцы или как-то так он назывался сейчас его помпе именовали уже в прокате как-то по-другому называют ну такой вот на стимпанк не глянул что у него там было на начальных уровнях там было ничего интересного с такими-то стихиями что-то может быть интересными кстати давайте его переименуем мэд макс мэд мак ну ладно пусть будет мэд мак вот так вот отлично отлично ну что заглянем тогда сразу в наше основное задание заядлый фермер я в общем-то выполнил ну конечно же я лешего не получу потому что попасть десятку это нереально так ну а вот в испытаниях одина осталось чуть меньше трех дней и я как видите сейчас на шестом этапе на шестом этапе из давайте скажу вам еще одну только особенность которые заметил вот был у нас вот такой вот этап 4 до это у нас и вот если на большинстве уровня и в старых особенно испытаниях у нас была возможность вот ты можешь пойти направо один сундук налево другой вперед направо 3 вперед налево 4 просто по центру 5 то есть его был выбор то вот в этом в этапе вообще выбора не то есть ты вот начинаешь откуда вот отсюда и все у тебя один путь вот и открыл первый сундук это который довольно так далеко находится да а чтобы открывать дальше короче нужно постоянно проходить как бы один и тот же путь вот нужно идти общий 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 путь и потом тут один сундук и опять идешь длинный длинный общий путь и только опять идет ответвление на второй сундук это опять опять длинный длинный путь короче нам не давали возможности вообще как-то срезать пути то есть шансов открыть пораньше было все поменьше как-то не знаю что сейчас будет вот в шестом я туда даже не заглядывал сейчас идем вместе с вами но если там такая же лажа то это будет печально так что-то я тут про классом не устаю повторять держи нас по ветру олов должен быть где-то поблизости мы не дадим ему помешать нам на попасть на турнир так ну здесь давайте посмотрим вот мы доходим вот сюда идет разветвление блин чертовски далеко все ребята чертовски далеко казалось бы смотрите вот это мы так можем срезать две остановки более капец так ну здесь хотя бы разветвление идет практически сразу на три ветки хоть куда-то там можно дойти но опять же тоже там не на пять сторон а всего лишь там на три на три стороны можно пойти как-то это подземелье короче подзажали подзажали ребятки ну чем очков мне сейчас мало 2 700 мы вряд ли дойдем даже до одного сундука давайте это вас кто это фрик нападем оу привет ребята добро пожаловать в лес локи здесь чудесно не находите мы с драконом фрик как раз собирали цветы здесь растут прекрасные цветы я мог бы делать это вечно кстати в киеве сейчас очень тепло вот эта вся неделя 20 градусов тюльп у нас тюльпан тюльпан и блин хотят играть у нас в аппарате одуванчики цветут ребята одуванчики и цветут как летом ну правда уже с воскресенья похолодает хватит лгать так или заверила тебя помешает нам попасть на тренинг там у сушили за чуть ли не на нашей стороне было тут она снова нам пытается помешать так ну крепкий нас противник а и вот этого я боялся я этого не хотел не люблю не люблю когда на меня накладывать заклинание ветра хотя надо было энергии шандарахнуть в обоих оглушил бы так ну это все победа ладно твоя взялась скажите лизы что я старался как мог не хочу получить от нее подзатыльник так идет олаф мне очень нравится эти цветы они источает чудесный аромат лилии даже затмили твой собственный запах лилии воняет по моему так я знаю дракон фрих показывает мне лучшие цветочные поляны в лесу так идемте за мной может по дороге вы сможете найти сокровище этот какой-то он слишком дружелюбный вам так не кажется так ну что ребята направо пойдешь налево пойдешь ну тут далеко я даже не смотрел карты короче куда сколько идти ну давайте пойдем налево здесь вроде как пока самый самый дешевый путь какие тут условия но условия нам подходят божественные пустота тень так призрак иди в баню у него ветер источным и здесь есть ветер пытаемся заблокировать отлично так волшебничек да да мне к я кстати не ходил не ходил в подземелье ребята там вас очков нам чуть-чуть не хватало чтобы зомби к купить так ну сюда да по соточки шагать нам но у нас зато много здесь битв на этой части так ну я пока что могу это в дело проходить это радует потому что прошлое подземелье думаю разработчики сами короче поняли что они реально перестарались были слишком жесткие ограничения по стихиям так от сорок девятый уровень тигрик был моща так но здесь вообще все шикарно мои самые сильные сюда прошли и мы моментально тут победили ну факел факел у меня да существенно сильнее чем все остальные получается да но здесь слишком много раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 у 12 снова это капец чтобы открыть один сундук здесь нужно 4 5 6 и короче и больше тысяч ну вот короче мы здесь остановились ребята так что а вы уже на каком уровне напишите в комментариях и из какой попытки вот кто уже прошел шестое подземелье с какой попытки вытащить как какой по счету сундук вам принес ключик вот такой кстати я же уже получил тоже хе-хель-хель-хель или кого-то я получил эту сестру тора да по моему так это дело называется так мы сейчас я не буду ставить на высадку потому что это еще целые 11 часов у кстати это хорошо 6 сюда зашел нужно сделать вот эту вот штуку нужно вырастить несколько дракончиков ну таких вот короче кормовых так сказать даже не кормовых а не нужных которых я буду прокачивать и удалять их потому что место у меня как бы немного а сейчас сейчас они вообще станут заняты когда я вот этого дракона через час-два выведу он нас займет последнее третье место в инкубаторе вот так так давайте заглянем чем с поклонным событием что-то идет еще еще не идет до через три дня практически начнется давайте глянем по драконам так мы уже выращиваем кутера кстати приносит алмазы но у нас сейчас денежка денежка 15 процентов это очень хорошо но это самый такой востребованный кутер а кутер кутер а у нас еще очень мало попыточка ребятки так что давайте принципе кого инкубатор свободе на этот давайте будем высиживать кутера не зря шиву как бы собирал так что пригодится он не напоминает опять же носорога из из-за ледникового периода из мультфильма и иди сюда и ты иди сюда так а ну-ка давайте проверим чем у нас тут по уровням факел у меня пятьдесят третий уровень так факел 53 и сидушка блин и сидушка пробудите сколько стоит тебе пробедить стихии 750 тысяч ладно давайте пробудем и стихийку так архангел у меня тоже 53 но его бы не не мешало бы прокормить хоть на нифига себе я все деньги потратил 4 миллиона это полтора уровня до 54 но у него все две звезды теперь он по силе у него 8 на на 247 8 на 247 смотрим что у нас здесь до 6 половиной на 2 и 2 здесь у на 247 ничего себе насколько факел конечно мощнее это жесть до факела принципе качать сейчас не надо потому что он слишком сильно от по силе на 2 и осень конечно нас сильно отстает ну что поделаешь что поделаешь на самом-то деле нужно наверно прокачивать еще какого-то дракона то есть максимальный уровень повышать факела мира точно не стоит просто нужно до кого-то с ветром но тоже и сиду может качать и сиду и у нее есть ветер хотелось бы чтобы было две каких-то стихии давайте тогда сейчас мы разместим вот этого дракончика так опа 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 поймал 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 так нас еще там ждет на карте на карте события до которой мы не смогли пройти в прошлой серии сейчас мы туда вернемся и наверно сейчас еще одного поставленного видения дракончика ну чтобы он был на всякий случай чтобы не пришлось там искать и кого попало прокачивать то еду я всю потратил нечем нечем кормить будет так а тебя может куда-то переместить а ну-ка двигать были нет надо жилище какое-то построить жилище пустоты скорее всего построить нужно так это у нас легендарный дракон так что нас там по жилищам здание есть энергия пустота если у меня здесь так пустоты нет давайте по яйцам посмотрим где там моя хель и до хель вот она мой новый дракон ну чуть попозже вот уже вырастим повеляю повелевает темы скверными душами которые не отличались добротой в жизни тренер считает что дракон хель вероятно повстречалась со многими викингской душами это да но эпик атака 70 ну такой себе неплохой эпик ну по силе по стихиям не особо ну в принципе есть стихия ветра и стихия тени это довольно довольно хорошо заглянем на колдовскую арену интересно нам на каком я уровне у меня опять же 750 очков нет 600 ничего себе ребята минимум как-то меня никуда куда-то там не подняло высоко тогда давайте мы пойдем чего кого-нибудь кому-нибудь наваляем 44 уровень кого мы только что качнули архангела давайте пойдем архангелом робоцып ну архангел тут быстро наваляет у прикольники я хочу себе такого вы вывести а вот маленьком варианте отмечено примерно какого-то цветочка людоеда как в этих в плен своей зомби так у меня уже 400 алмазиков а нам на следующего босса нужно по-моему 700 с чем-то да давайте заглянем в магазин 650 ну не так уж много 250 250 каждый день можно по парочку алмазиков штук по 5 наверное собирать если сильно захотеть и это будет неплохо так но мы давайте тогда заглянем на карту и пройдем то что мы не могли пройти попробуем сейчас своими силами еще один раз да не но тут мы не пройдем но архангела мы сразу потеряли ну хоть бери до места архангела щит какой-то рысь использую у ну они просто ваншотят практически всех моих ну нет даже если он промажет мы бы все равно уже погибли хорошо у нас же была проблема блин я не могу пройти дальше ребята я не могу пройти потому что никого не могу нанять я не слишком сильный 64 уровень для меня а кого это даже несмотря на то что я архангела прокачал на уровень как бы общей ситуации не поменялось никак не поменялось так ну я вот так хотел типа сделать ну на таком уровне уже щит наверное ничего не дает ну давайте попробуем а вдруг по примеру у нас архангел живой то есть у нас есть более слабый дракон который которого они атакуют в первую очередь ну да тут щит как бы ничего не решает но по крайней мере архангел сейчас выживет потому что у него на него было заклятие блин так он выживет ну давайте добьем смотрите мы можем пройти нам еще один удар остался блин ну это очень обидно это было на грани ребята блин давайте еще раз попробуем ну чуточку нам не фартануло ну хотя с другой стороны нам довольно много фартила по нам промазывали да нет ну на этот раз нам точно не повезло ладно можно прекращать короче но если еще пару раз попробовать то может короче у нас конечно и получится кто его знает ребят так ну я возьму очки потому что нужно будет выполнять сейчас мне задание на этом ребятки я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч до встречи